Друзья, привет! Сегодня хочу вам рассказать о моих самых любимых книгах по музыке. Это не то, чтобы инструкция, не то, чтобы самоучители, а это книги, те, которые вы можете взять в отпуск, почитать их, знаете, так насладиться, погрузиться в эту атмосферу музыки, узнать ее изнутри и заодно обогатеть свой интеллект и понять о том, что же скрывается за этим таинственным словом музыкант. Поэтому сегодня рассказываю о четырех моих самых любимых книгах. Первая книга — это путеводитель по оркестру и его задворкам Зисмана. Значит, это самая смешная книга, которую я когда-либо читала именно в отношении к музыкантам. Дело в том, что Зисман издал вот эту вот книгу «Путеводитель по оркестру», и она очень, так знаете, грамотно переплетает именно информацию об оркестре, то есть из чего состоит оркестр, что в нем играет, зачем, для чего существует Волторна, и что она выполняет в оркестре, и очень смешные какие-то рассказы. Ну и знаете, он еще это все так небанально рассказывает, не то чтобы, типа, «Скрипка занимает три четвертых оркестра» и все остальное. А он это так смешно, так колко, так остро рассказывает. Я помню тот момент, когда я училась еще в консерватории, я ее прочитала первый раз, я ехала в метро, и я думала, я умру от смеха, потому что это было так смешно, это было так в точку, но даже, знаете, некоторые вещи, моменты, которые он рассказывал, ты понимаешь, что, ну да, очень прям интересно. Вот, допустим, я вам сейчас какую-нибудь цитаточку прочитаю. То есть он брал из своей жизни какие-то интересные примеры и их вписывал. Допустим, рассказывает о том, что такое соло в оркестре и как его все боятся. У оркестрантов сложнее. Когда соло, то вообще ни до чего. Нервы в кулак, глазки в кучу таким образом, чтобы видеть ноты, но не видеть дирижера. Потому что и так страшно. Когда не соло, внимание рассеивается. И тут надо следить за лицом. Если ты на сцене, а не в яме, разумеется. Я уже не говорю о том, что делается во время игры с физиономией духовиков. Лицо краснеет, глаза выпучиваются, щеки надуваются, а уши становятся перпендикулярно голове. А у волтернистов при даче начинают вверх-вниз ходить брови. В публике лучше всего, наверное, все-таки смотреть на дирижера. И красиво, и лица не видно. И вот, знаете, вот такие вот мелкие какие-то, вот эти вот... Ну, это очень веселая книга, очень смешная. Есть там всякие интересные истории. Вот. Много чего он рассказывает про дирижера. О, дирижеры это отдельная каста. И вы знаете, я просто понимаю о том, что если человек, который не совсем вовлечен именно в профессиональную такую тусовку музыкантов, он прочитает эту книгу, и даже если он не любит классику, и так вот, знаете, скептически относится к этому всему, она настолько расположит человека, что, я не знаю, захочется сразу же сходить в какую-нибудь филармонию, в какой-нибудь оперный театр, чтобы посмотреть и прочувствовать вот эту вот всю атмосферу, посмотреть, как оно действительно. Еще одна цитата. Мне очень понравилось. Кстати, у меня был такой случай. Я один раз, справедливости ради, скажу о том, что это совершенная правда. Бывает такое. Про дирижеров, говорит. Некоторые из дирижеров, пользуясь шумом, издаваемым оркестром, еще и ругаются. До сих пор с изумлением и даже некоторым восхищением вспоминаю одного отечественного маэстро, который на концерте во время исполнения римского курсакова матерился во всю глотку в течение 16 тактов и ни разу не повторился. Справедливости ради надо заметить, что у него были для этого все обоснования. Основания. И много разных тоже каких-то интересных моментов из этой книги. Поэтому очень советую. Вот честно, не пожалеете. Хорошо. Переходим дальше. Следующая книга. Это книга Фермата. Разговоры с композиторами. Вообще музыка это такой вид искусства, который не особо подвергается объяснению. То есть, мне кажется, это слишком как-то по-дурацки, когда вот человек выходит и говорит, вот я слышу, как тут поют птички, в этой музыке едет там, я не знаю, облака плывут по небу, я чувствую злость и все остальное. То есть, музыка, она не нуждается в каком-то объяснении, потому что каждый человек что? Воспринимает музыку по-своему. Для каждого свои ассоциации, кто-то ассоциирует музыку с цветами. Вот я, к примеру, ассоциирую музыку всегда с запахом. Это моя какая-то особенная особенность. Особенная особенность. Кто-то ассоциирует ее с формами. Допустим, слушая симфонию, он представляет себе там собор Парижской Богоматери и все остальное. Но, тем не менее, композиторы очень любят говорить о своей музыке. И вот этот музыковед, он беседовал с композиторами и собирал у них какие-то интересные детали и их взгляд на музыку. Эта книга больше такая про классическую современную музыку, потому что эти все разговоры велись в 2014, 2016, 2018 год. Вот в этом промежутке. И он разговаривал с русскими композиторами. Это Мартынов, Губайдулина и все остальные. Эта книга очень противоречивая в том плане, что композиторы, они настолько, настолько необычные люди. И они совершенно по-разному смотрят на именно современную композицию. К примеру, оптимистичная Губайдулина, которая говорит, перед композиторами все еще впереди. Нет еще много тайн, которые мы не раскрыли. Новые люди появляются. Это так все прекрасно. Допустим, и пессимистичный Мартынов, который говорит, что все, конец композиторам пришел. Все искусство уже это не искусство. Постмодерн, не постмодерн. Все просто компиляция. И эти вот разные подходы очень так... Очень интересно. Вот прямо на самой грани. И вот этот вот автор, когда разговаривал с самими композиторами, очень много идет отсылок и ссылок на разные другие произведения. То есть, если вы будете читать и параллельно слушать произведения, о которых говорится, вы очень сильно разовьете свой багаж и свой кругозор. Ну вот, допустим, я узнала такое интересное произведение Александра Рабиновича Бараковского. «Симфония шесть промежуточных состояний», которое было написано на тибетско-буддийский текст «Тибетская книга мертвых». Это очень интересное произведение и, ну, как бы, и постоянно-постоянно идет какое-то перечисление разных композиций и современных. И очень мне понравились беседы со Сильвестровым. Ну, просто честно рекомендую, конечно, за один присест вы ее не прочитайте, потому что я ее читала, наверное, за присестов восемь. И то еще там мне осталось ее дочитать. Но книга, вот, честно, на подумать. Много идет интересных моментов о том, что композиторы говорят, что музыка не подвержена политике, музыка не подвержена каким-то таким, какому-то социализму. И, ну, глубокие мысли, поэтому можете прочитать, можете согласиться, не согласиться. Хорошо, следующая книга «Я Элтон Джоун. Вечеринка длиной в жизнь». Значит, это биография Элтона Джона. И, знаете, она очень так легко написана. И в том плане, когда я даже не подозревала, что у него такое было детство очень, не очень прекрасное. И он рассказывает о том, как он жил в родительском доме, как он собирал пластинки. И вот эта вот книга «Автопиография», она, ну, потихонечку нас впускает, погружает в жизнь Элтона Джона. И мы потом понимаем, почему именно такая музыка, кем он вдохновлялся, что он слушал. И много каких-то очень личных моментов, к примеру, о том, как он организовал детский хоспис, о том, как он выступал на сцене, что он чувствовал. И вот в этой книге очень, так прям тщательно, очень большое внимание уделяется вот этому моменту выгоранию музыканта, когда он не хочет идти на сцену, когда вот он хочет закрыть за себя в коробочке, но нет. Надо выходить на сцену. Это твоя работа. Ты должен переступить через себя, выйти и дать людям счастье. Дать людям те эмоции, которые они от тебя ждут. Много рассказывал о том, как он дружил с принцессой, с королевской семьей. Был интересен такой момент, как он играл на похоронах принцессы Дианы. И, конечно, тогда начинаешь уже как-то с большей теплотой относиться к этому музыканту. Ну, понятно, что автобиография, это всегда, ну, когда человек сам о себе пишет, возможно, там есть и недоля вымышленной шутки. Но, тем не менее, очень приятная книга для прочтения. Вообще, честно вам скажу о том, что вот эта вот музыка, Элтон Джон, Элвис Пресли, там, Битлз, для меня, лично для меня, я в то время, когда стоила увлекаться этой музыкой, я профукала. Потому что, возможно, в то время я училась в консерватории, и я полностью слушала классическую музыку. И для меня мир вот этих вот товарищей, он абсолютно новый, абсолютно закрытый. Поэтому, возможно, с таким я интересом и читала об этой музыке. Но ничего, я думаю, что у меня все впереди. У меня много прекрасной музыки, которую я еще послушаю. Хорошо, давайте дальше. Последняя книга. Как слушать музыку Ляли Кондуаровой. Эта книга такая, тоже она мне нравится, но не совсем, как все предыдущие. Возможно, это, вот как она пишет сама, это руководство для тех, кто хочет слушать музыку так, как мы читаем книги. Сидя за сюжетом, узнавая новое, сопереживая. И да, она написана интересно, но слишком каким-то банальным языком, что ли. Вообще, когда смотришь видео Ляли Кондуаровой, они очень профессиональны. У нее есть свой канал, где она рассказывает о музыке. И для меня это просто находка. Я очень люблю смотреть эти видео, потому что они высокопрофессиональны. У нее очень грамотный слог, музыковедческий именно, который понятен мне и другим профессиональным музыкантам. Но вот эту вот книгу, видимо, она хотела очень так упростить и сделать для простого слушателя. Но, мне кажется, она немножко перестаралась. И вышло такое, как будто бы она писала для 12-летних, 13-летних слушателей. Вот, все-таки, как-то по языку она получилась слишком простой. Ну, либо я не знаю, что случилось, либо, может быть, эту книгу. Хотя она написала ее 4 или 5 лет назад. Ну, вот, собственно, получилось так. Ну, вначале она говорит о том, что такое содержание, о жанрах, о формах. А потом дает краткую историю, краткую историю музыкального искусства. И там от самого античности до сегодняшнего времени. Ну, интересно. Интересно почитать, посмотреть как справочник. Но, в принципе, это такая неплохая книга. Если вы возьмете даже ту же самую Левина, «История музыкального искусства» или там какие-нибудь книги, которые используют в музыкальном колледже по истории музыки, то все-таки, как слушать музыку Ляли Кондуаровой, будет получше. Вот, это вот мои самые любимые такие книги, которые я обычно советую людям, которые хотят познакомиться с музыкой, которые хотят более так погрузиться в нее и понять ее изнутри. Хорошо. Следующим. Я думаю, что я не о всех книгах рассказала. У меня еще стоит пять книг, о которых я расскажу чуть попозже. Поэтому это будет такая первая часть. Первая часть такого рода видео. Если вы хотите посмотреть что-нибудь еще интересное о музыке, заглядывайте в мой канал. Также у меня есть Телеграм, Инстаграм. Поэтому жду вас там. До встречи!